всем доброе утро сегодня у нас 12 мая на солнышке греются все макс спит у него сегодня было трудное утро около 7 утра у нас были судороги к сожалению ну да но при условии что последние судороги были 6 числа сегодня 12 поставила сюда на стульчик завтрак сейчас буду его фотографировать снова сделала омлет огурцы и редис и с красной рыбой с помидором и с творожным сыром делала такие конвертики а еще авокадо будет кусочек авокадо никто его не искал меня поэтому он будет только у меня на тарелке всем приятного аппетита значит мэрси пришла и нагло залезла в лежанку котенку сначала что-то там фыркала выгоняла его пыталась выгонять мы ее осекли сразу ну теперь они вдвоем лежат я думаю котенок долго не выдержит потому что мэрси слишком горячая он уже он вывернулся весь что проснулась а фиксику так греется идиллия мы собрались и съездим сейчас на один из вариантов работы которые мне предложили на работа я находится возле метро житомирская ли писька 36 там остается в аренду стоматологическое кресло сейчас познакомимся с хозяином этого кабинета и посмотрим что там как заехали в променада парк торговый центр тут тоже магазин колинс открыт много магазина к сожалению закрыта кое-какие работают турецкие сладости тенниски коллинс по 469 очередная футболочка сколько она стоит то есть но и тебе футболок с собой много взяла тебе под такую какую-нибудь тоненькую длинным рукавом сейчас мне кажется футболках еще рано а вот эта рубашечка вот висит рыженькая по чем она тёплая 850 так оно слышно классно да хэбэшка а вот это лишь такой конечно цвет неизрачно цвет такой мне не нравится но на тоненькая до между мне нравится нормально вот сейчас будешь ходить рубашка я увидел цену замену а ну скажи цену по секрету всем капец 69 гривен это нормальная рубашка и она мне нравится что она не будет мяться такая ткань подмышками не будет там тебе давить но наде ты одел ее на эту штучку поэтому еще будет свободнее нормально бери зашли в ашан тут тоже есть выбор одежды цены приятные вот футболочки по 200 гривен какая тут красота для украшения кабинета я бы себе взяла бы мандариновое дерево порвали бы со стопроцентным поднимаешь настоящий но вот слышишь на видео кажется вообще как будто настоящий я сначала повелся да я бы себе в кабинет такого купила я люблю такую да ашан есть ашан тут выбор огромный холодильник которых которым видно меня в металлике она открой его лишь аккуратно другую а вверху морозильная камера там большой ух ты а тут для льда да да и сюда его на фигуре вот так его раз видишь да прикольно интересные телевизоры сзади с подсветкой это отражаться будет да на стену красивые меняется цвета это samsung тоже да какой-то 55 у нас сумма меньше этого тебе меньше меньше чуть-чуть да у нас 49 это 35 а этот большой сколько стоит это филипс вот так филипс с подсветкой он даже в экран телевизора не будет в экран телефона не владеет 36 37 тысяч ну какая милота класс выглядит великолепно нет кучерявая уже вижу да кучерявая ваша не цены для какой джемисон черный да по чем там 135 вот виски классный а мне он кстати не понравился не понравился может и какой-то да ну там их много видов баланта маленькая бутылка баланта из 398 ред лейбл 400 да фига для ред лейбл дорогие цены тут дорогие а мне кажется ваше они всегда были дорогие цены на алкоголь да угу зато был с литровый 467 или это тоже дорого да да нифига бля какая бутылочка красивая ну это лимит это дешевая угу класс ред лейбл а вот какой-то виски интересный такой не знаю 379 угу вот такую мне привозили какой-то да была была такая бутылка ага вот так тихо соль туда насыпаешь да идем на а на вот тихо Какие гламурные бутылочки. Дорого-богато. Что это у нас? Водки? Нет, коньяки. Азнаури. В Киеве объявлена воздушная тревога. И нас благополучно из этого центра попросили выйти. Теперь ждем на улице, пока будет отмена. Потому что мы скупились хорошо в Ашане. И мы хотим забрать свою продукцию. Мы чуть-чуть опоздали, да? Мы уже почти на кассу шли. Ой, теперь надеемся, что быстро отмену от улицы. Мы уже дома, вернулись. Покупочками я вам потом покажу, что мы купили. Так, по чуть-чуть. И сейчас мы будем обедать. О, говори ужинать. Пол восьмого. Пол восьмого, да. Мы садимся обеда ужинать. Приготовила быстро салатик. Заправила подсолнечным маслом, соком лимона. И котлеты, которые я вчера готовила, с макарошками. Всем приятного аппетита! Хочу показать, что мы купили в Ашане. Они небольшие эти покупки. Но очень важные для меня сейчас. Здесь купила вот такой судочек с крышкой. Потому что судочков здесь не было. Я с собой не брала судочки. 40 гривен. Сюда я приложила пончики, которые мы не доели. Упаковочка пончиков Ашановских. Мы их сильно любим. Вот два пончика осталось. Потом купили тоже Ашановская выпечка. Вот такие круассаны. Тоже с клубничным повидлом. Тут его очень много. Мягкий, обалденный круассан. Два круассана, 23 гривена. Один мы уже с Лёжкой напополам съели. Салфетки вот такие вот. Две упаковки по 13,50. Потом, в прошлом видео вы видели, как Саша помыл машину. Самообслуживание, мойка. Но наши машины очень грязные после поездки. Поэтому надо будет их залить пеной. И чтобы немножко эта пена побыла на машине. А потом вот такой мочалкой все это посмывать хорошо. Мочалка автомобильная, 17 гривен стоит. Реша купил, так что поедем помоем машины. Говорила я уже, да, что воду горячую отключили до конца мая. Там какие-то ремонтные работы профилактические. Поэтому купили ковшик за 20 гривен. Кастрюлю на газ. И потом разводить с холодной водой, которая с крана идет, слава богу. И ковшичком поливаться. Нам не привыкать, поэтому ничего страшного нет в этом. Вот. И купила себе за 74 гривны пенку для волос. Вэлловскую. Я уже ее отнесла в комнату. Как я всегда покупаю. Потому что акция 74 гривны, это хорошая цена. Она уже под 90 гривен стоит. Вот. Начала варить суп. Будет суп с фрикадельками. И мелкие макарошки туда брошу. Ну, морковка, лук, как обычно, картофель. Что еще хотела рассказать? Хочу рассказать по поводу работы, которую я сегодня ездила. К сожалению, поснимать. Что мне стало неудобно поснимать. В общем, в двух словах расскажу. Находится кабинет возле метро Житомирская. Как я уже говорила. Единственный минус этого кабинета. Вернее, не единственный, а самый главный минус. Что его здоровье не видно. Он находится под высоким забором. Вернее, за высоким забором. Такое впечатление, что сначала был кабинет этот. А потом сделали вот этот забор большой. Леша музыку включил, чтобы Ютуб не забанил. Закрыла дверь. Значит, кабинетик не слишком свежий. Он 90-х, 2000-х годов. Он скромный, но там неплохие установки. Стоматологический вес стоит. На одном из них работает девушка. Второе кресло свободно. Все, что мне нужно для работы. То есть, выходы в микромотор. Выход турбинный. Слюно-отсос. Воздух-вода. Все это есть. Все это работает. Хороший свет. А вот стул у врача удобный, нормальный. Стерилизационная рабочая. Там есть лотки в большом количестве. И сухожар, и автоклав. В общем, все-все это есть. Я с собой взяла практически все расходники. Даже отбеливающую лампу взяла. Поэтому, ребят, вдруг кто-то из Торецкой, или кто меня знает, и у меня лечился. Я вас очень прошу. Я в Инстаграм и в Фейсбук выложу рекламу себя, где я сейчас нахожусь, что нахожусь в Киеве. Ребята, может быть, кто-то в Киеве. Кому-то, может быть, просто нужна чистка. Или, не дай бог, у кого-то заболел зубик. Или выпала пломба. Я с удовольствием всех приму. Честно. Я очень скучаю за работой. Мне очень этого хочется. Хозяин неплохой дядечка. Такой открытый, душевный. Он этот кабинет строил для своей жены. Она, к сожалению, умерла по здоровью. Болела очень сильно. Вот. И он в стоматологии как? Ну, постольку-поскольку разбирается. Поэтому, говорит, делайте, что хотите. Лишь бы работал кабинет. Вот. То есть, я арендую. Он не платит мне зарплату. Я арендую кресло. Если у меня есть пациенты, я плачу эту аренду. Если у меня пациентов нет, значит, я не плачу. А я размещу объявления в киевских группах в Телеграме. Что врач-стоматолог с опытом работы, сколько стаж напишу, что он переселенец. И приму, вернее, господи, ну да. Произвожу прием пациентов по адресу такому-то с приятными ценами, со скидками. Ну, как-то буду привлекать к себе внимание. Это очень сложно. Найти в большом городе свою клиентуру. Вот. Ну, хотя бы что-то, ребят. Это уже хотя бы что-то. То есть, уже, даже если вдруг у нас, у кого-то завалит зуб, то мы знаем, куда идти, где можно полечиться. Ну, у меня, например, завалит у Лёшки или у папы. Мы можем прийти на кресло и друг другу помочь. Это уже что-то. И другая. Мне сегодня звонили из Черкасской области. Мне звонили из Прилук. Я говорила, не помню, в Прилуку когда. Но в Прилуке мы не поедем. Вот. Во-первых, там нужно будет платить за жильем. И с таким количеством животных нас там не примут. Вот. Она об этом нам озвучила. Поэтому мы туда не поедем. Черкасская область звонила. Я извинила, сказала, что нет. Мы пока рассматриваем только Киев. Вот. И когда мы были в супермаркете, я не услышала. Мне еще звонил один номер. И я вот пытаюсь перезвонить, пока не берут трубку. Ну, я думаю, может быть заняты, потом перезвонят. Пока все. Больше никто не звонил. И вот эта клиника Святого Луки, которая находится рядышком вообще, попросила, чтобы я скинула режиме, сертификаты свои и фотоработы. Фотопротоколы работ моих до, во время и после. Ну, честно, я прям профессионально этим не занималась. Я прошла курсы фотографирования стоматологических работ. Но у меня был Canon 600D. И не было профессионального объектива. Я купила китайский объектив макро. Вот эти кольца специальные и вспышку китайскую. Но это совсем не то, что требует съемка профессиональных фотографий. Такие объективы стоят и 6, и 5 тысяч. Ну, пока я не могла себе такого позволить. Поэтому фотографии такие посредственные. Но они есть, и они, в принципе, в неплохом качестве. Я их тоже отправила на почту этой клиники. Они пока сказали спасибо большое. А еще ссылку на Instagram, свою страницу, где я, ну, моя профессиональная страница Smile Dental Office. Тоже дала ссылочку им на эту страницу. Они там могут тоже посмотреть мои работы. И они сказали, что они изучат весь полученный материал и мне перезвонят. Это было сегодня где-то в 10-11 утра. И сейчас вот уже полдевятого. Мне пока никто не звонил. Но клиника Святого Луки, это, конечно, уровень выше даже, чем был в Торецке. Это очень крутая клиника. Там первоклассное оборудование. И микроскоп. Поэтому, не знаю, готова ли я буду там работать или нет. Но в любом случае, если меня даже туда пригласят, я обязательно туда схожу. Может быть, какой-то мне дадут исправительный срок, да, чтобы посмотреть, понаблюдать за мной. Вдруг я изгожусь. Поэтому на данный момент так. Теперь нужно разместить Лёшкину резюме. Все его способности к труду. Какие у него были работы, где он и в типографии работал. И мебельщик он прекрасный. Поэтому что-то будем искать и для него. Без работы сидеть невозможно, нельзя. Деньги тают. Их никто нам в карман не положит. Поэтому нужно шевелиться. Да будет так. Все, буду варить суп дальше. Вот такой красивый суп получился. Фрикадельки из куриного фарша. Зеленый горошек положила. И вот такие макарошечки мелкие. Немножко сейчас еще покипит и буду выключать. У меня поздний ужин. Делала себе в магазине вот такой йогурт. Малакия фирма. Белый с попкорном в карамели. Это попкорн в карамели. И зеленый чайок сделала. Большую чашечку себе. Вот. Уже переношу материал для монтажа. Буду сейчас монтировать в лох. И еще хотела сказать, что я выполнила просьбу Лены. Я купила ей пасту. Вот. Цепная паста. Роксенситив. Как она просила. И сегодня мы купили ей футболочки. К сожалению, спортивный костюм не получилось купить. Не подобрали мы ничего. Зато выбрали очень большое количество футболок. По отличным ценам. В районе 200-300 грн. Поэтому завтра я ей отправлю их на Днепр. Через новую почту. Все у нас получилось. А вот. Теперь немножко неприятные новости. В Торецке сегодня неспокойно. На протяжении всего дня. 12 мая. И, к сожалению, есть прилеты район Софа и район 12-й. Слава Богу. Никто не пострадал. Вот. Но разрушение есть. Молю Бога, чтобы наш город остался цел. Остались целы наши люди. Никто не пострадал. Каждый день об этом прошу. Всевышнего, пожалуйста. Пусть так будет. Я верю в лучшее. Спасибо вам, ребята, за то, что смотрите наши влоги. Нам это очень приятно и очень важно. Спасибо большое комментаторам, которые оставляют свои комментарии. Они греют душу. Спасибо вам за все. Берегите себя. И до завтра. Пока-пока.